Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассалам алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Сувелесос» и я, ее ведущий, Турсунбек Амурзаков. Сегодня мы будем говорить об экономике, о том, как развивалась экономическая наука, какие экономические идеи прошлого применимы сейчас. Гость нашей студии, зацент кафедры экономики и предпринимательства Евразийского национального университета Догалов Амангильды Нажмединович. Амангильды Нажмединович, добрый вечер! Среди научных трудов у вас есть такая тема, как социально-экономические проблемы развития Казахстана. Какие системные экономические проблемы, на ваш взгляд, сегодня имеют место быть? Во-первых, социально-экономические системы, конечно, у нас в Казахстане за годы независимость, я считаю, одним из таких достижений, это решение на каком-то этапе миграционных процессов. Когда мы постарались привлечь Казахстан и помочь материально, морально определенной части казахской диаспоры, которая за рубежом, мы могли приехать в Казахстан и начать на своей исторической роде новую жизнь. Много есть достижений, есть среди тех, кто прибыли, защитили кандидатские, докторские диссертации, достигли успехов в спорте и так далее. Это, я считаю, одним из самых важных достижений. К сожалению, этот процесс как-то немножко замедлился, но в целом это, я считаю, положительным. Конечно, сейчас теперь нам надо решать вопросы производства готовой продукции. К сожалению, мы только добываем сырье и вывозим, а потом завозим десятки, сотни раз дороже готовую продукцию. Это все, конечно, сказывается на общем состоянии экономики нашей страны, также на экономическом состоянии, экономическом состоянии всего населения. Я думаю, что если мы этот вопрос решим, то Казахстану в будущем ждет очень много положительного. Если мы еще также будем использовать наши транзитные возможности. У нас очень большие транзитные возможности. И я, как вот исследующий историю экономических идей, я могу сказать, древнекюркские каганаты почему развивались? Потому что они были в центре торговли, широкого пути. И они использовали транзитные положения. Вот теперь, когда вот эти железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, воздушный транспорт стали более мобильнее, чем морской транспорт, то у нас сейчас появились большие возможности. Если мы эту проблему решим, то Казахстан ждет светлое будущее. То есть надо использовать вот эти преимущества нашей страны, которые, говорится, нам дал Бог. Вот вы действительно, как экономист, любите изучать историю экономических учений Казахстана, историю изучения тюркских народов. И вот что вам дало системализация этих учений? Вот наиболее значимые теории, которые могут оказать влияние на экономику нашей страны. Вот предыдущий пример, который я сказал, вот с 8 века, где-то по концу 11 века, на территории Казахстана были образованы несколько тюркских каганатов. Они были империями, с которыми считались и другие империи того периода. Китай, Византия, Иран и так далее. Это почему? Потому что вот именно наши предки использовали эти моменты, которые давали нам положительные плюсы в социально-экономическом развитии. Потом, здесь надо отметить о том, что именно в 10-м, в 11-м веке в нашей стране, на территории Казахстана, началось такое движение за развитие использования древнечуркского языка. Вот мы сейчас казахский язык не теряем, через тысячу лет. Это точно так же было и в 10-м, 11-м веке, потому что тогда у нас было засилие арабского языка и фарси, персидского языка. Вот такое. И поэтому мне привлекло это... Почему? Потому что другой этап, другой век, это когда казахское ханство получило свою независимость, образовалось казахское ханство, и многие ханы, казахские ханы, они много тоже положительного сделали. Тауке хан возьмем, Исим хана возьмем. Ну, Аблай хан это вообще такой сделал весомый вклад, скажем, в развитие казахского народа в целом. Скажем, он добивался вот такой наглядный пример, что вот Джарменке, в этом Кызылжаре, ныне Петропавловск, это ООН вдоль гиртыша во многих населенных пунктах развития ярмарок и так далее. Это все доведет, конечно, развитие торгово-экономических отношений с Китаем, с Россией, нам давало возможность самим развиваться. Поэтому я считаю, что знание истории, оно должно способствовать нашему пониманию всего, того, что у нас было положительного, и наметить будущее. Как говорится, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Амгель Дмитриевич, вот я вот, будучи аспирантом, аспирантом в Новосибирске, в сибирском отделении Восхнил, я вот изучал экономику казахов в 18-19 веках. Ну и смотрел, как мои предки вели хозяйство, какие у них торговые пути были. То есть я вот брал самый такой близкий период, когда вот думал, каким образом можно экстраполировать ведение этого хозяйства на советский период и вот на нынешний период. Вы взяли, ну, XI век. И вот почему вы считаете, что вот эти вот учения вот этого вот уважаемого Жосупа Баласугуна, которые вот вы изучили, и которые вы считаете, что это был одним из величайших экономистов своего времени, считаете, что вот можно применить сейчас? И действительно, вот такие учения, они важны и создают основу экономического развития. Конечно, они очень важны и на современном этапе. Вот, скажем, концепция справедливого законодательства Жосупа Баласугуна. Он там призывает правителей, беков, вот, каганов, призывает, чтобы они соблюдали закон, чтобы разрабатывали справедливые законы. Он также предупреждает о том, что они, правители, должны иметь обязанность, не только право руководить людьми, но и обязанности свои определенные перед своими подданными должны быть. Далее Жосуп Баласугун ясно дает о том, что для управления государством надо привлекать ученых, мыслителей. Именно их труд очень может помочь для совершенствования управления. Дальше он говорит о том, что именно правители должны заботиться о своих людях, подданных. Они должны правильно, в достаточном количестве давать им вознаграждение за их трудовой вклад. Это, я считаю, что очень справедливо. И сейчас, к сожалению, у нас во многих отраслях, так называемые наши предприниматели, не оплачивают труд. Много есть негативных моментов, о которых президент неоднократно говорил. У нас есть многие корпорации, которые имеют по несколько месяцев задолженности. А как люди будут работать, как они будут стремиться? Вот это все, я считаю, да. В этом мотивация. Он рассказал в 11-м. Но я не только 11-й век рассматриваю. Например, скажем, период у нас такой еще яркий. Это конец 19-го и советские до 1937-го года. Это такой период, который тоже оставил большой след. А вот, перед чем вы начнете в нынешнее время, вот здесь вот вы, отрывок из монографии. По убеждению Жусупа Баласугуна, деятельность торговой отрасли благотворно влияет на морально-нравственный облик самих купцов. Хотя он и считал, что для купцов самыми дорогими на свете являются деньги, золото и серебро и другие формы материального богатства. Мудрый наставник властителей отмечал, что в процессе торговли с помощью золота и серебра можно превратить не воспитанного человека в вежливого, а упрямого и необразованного сознательного. То есть интересная мысль. То есть бизнес и воспитательный процесс. Воспитательный, потому что они, вот эти купцы, ездили по многим странам. Они знакомились с большим количеством людей. Они познавали чужую культуру и так далее. И здесь главное в чем еще состоит? То, что Чусуп Баласугун говорит, купцы, они являются источником знаний. Понимаете? Культуры, которые они привозят из других стран. Это очень важное значение. Вы знаете тогда, сами знаете, средства массовой информации не было. Как сейчас сразу в течение одной секунды добиться какие-то там информации. А это годами шли торговцы, правильно? Месяцами. И они все вот это превозносили. Это оказывало большое влияние. И он всегда предупреждал. У него же поема «Надъедание». Он предупреждал о том, что правители всегда способствовали развитию торгово-денежных отношений, товарных отношений. А вот бизнес. Как она должна влиять на нашу золотую молодежь, которая имеет свои ценности, свои представления? Вы как представляете образ жизни вот такой категории молодых людей? Тосун Казинович, у нас под золотой молодежью понимают две группы молодых людей. Одних тех, которые являются детьми современных новоришей. И есть золотая молодежь, которая закончила прекрасные вузы по хорошим специальностям. Конечно, я всегда буду поддерживать и поддерживать. Я никогда молодежь, в принципе, не охаиваю. Почему? Потому что не молодежь виновата, а мы, люди старшего поколения, виноваты. Поэтому я считаю, что особенно нам надо заботиться о той молодежи, которая получила прекрасное образование, хотят на родине работать. А у нас столько примеров, когда прекрасные люди молодые, которые окончили хорошее высшее учебное заведение за рубежом, и у нас в Казахстане есть хорошие вузы, и не могут найти себе достойную работу согласно качеству его подготовки. Я с вами согласен. Вот вы изучаете труды Турара Раскулова. Да, рассказываете это студентам. Вот в нынешнее время, вот мы во дворе 21 век, насколько актуальны взгляды Турара Раскулова на сегодняшнюю действительность? Или его как-то надо через другую призму применять? Турара Раскулова, во-первых, он первый казах, так называемый, после ханов, международного масштаба деятель. Он правил Туркестанской республикой, куда входили нынешние территории, нынешних пяти республик. Казахстан и среднеазиатских республик. Он был представителем комитерной Монголии. И когда он проводил там реформу социально-экономическую, в Монголии, во-первых, не было поддерживших скота, не было голода и так далее. Это был, 12 лет был заместителем председателя правительства Российской Федерации по экономическим вопросам, по экономическим. Поэтому я считаю, что Туркестан очень много положительно сказал. Он способствовал развитию транспортной инфраструктуры в Казахстане, например, скажем. Вот, Турксим. Он способствовал интенсификации сельскохозяйственных производств и так далее. К сожалению, мы пока вот эти интенсификации сельскохозяйственных производств не можем достичь только за счет посевных площадей и так далее. Сколько мы завозим породу хороших скота, и никак не можем добиться значительных успехов. Все это, конечно, надо брать пример тех поручений, тех заданий, которые исполнял сам Туркестан в своей деятельности. То есть вы предлагаете широко использовать труды наших мыслителей, экономистов тюркского происхождения, да? И они дадут соответствующие плоды и для тех экономистов, которые мы готовим. не согласны с тем, что... Нет, всех экономистов надо, международным астрономикам, других странах, но мы должны, во-первых, свое понять, потому что они наши местные условия знали и так далее. Вот вы говорите, Аблайхан, вот вы сказали, 18-19 век изучали, Аблайхан, Аблайхан, когда ханствовал, он для того, чтобы развивать земледелие в Сарарке, он просил у русских правителей, губернаторов, просил, чтобы им прислали человек 20-30 русских, которые занимаются земледелем, именно с той природно-климатических условий, той почвенной зоне, которая была характерна для Сарарки. А он не приглашал своих, он был ханом, он мог бы с Южного Казахстана пригласить, где и Арашин и так далее, но он прекрасно понимал, что это не даст никакой пользы, потому что надо специалистов именно той почвенных условиях, той природно-климатической зоны. Вот сейчас вы находитесь вот на кафедре экономики и предпринимательства, вот какие тенденции предпринимательства сейчас вот мы должны говорить студентам, ну и как этому обучать? Ну, во-первых, я считаю, что нам надо в первую очередь развивать малый и средний бизнес предпринимательства. У нас в основном люди в скорбове, в сфере оказания услуг, в сфере производства почти нету. малого бизнеса, почти нету. У нас крупные корпорации. Потом надо как-то законодательно у нас установить, чтобы наши бизнесмены, которые уже входят в список Форбса, чтобы они обязательно инвестировали часть своих капитала в экономику Казахстана. Это же не с неба свалилось. Никто же из них гейцем не был. Это все народное богатство. Пускай вкладывают экономику Казахстана. И это можно законодательным образом. Вот Малайзия. Мохаммад. Он же как добился? Эта страна совсем без сырья, кроме там олова немножко и каучука, в которой у него остров находится за 600 или 700 миль от этого основного материка. Он же добился, хотя от них Сингапур отпочковался, богатые, так называются, провинции. и в то же время они за 20 лет добились. Вы считаете, что тех граждан Казахстана, которые находятся в журнале Forbes, они в первую очередь должны вкладывать деньги в свою страну. Конечно. И для этого нужны быть соответствующие законодательные рычаги. Обязательно. То есть это тема для депутатов. Да, это тема для депутатов. То есть это очень важно. Я с вами согласен. Почему? Потому что Арабские Эмираты точно так же. То есть богатейшие люди Эмиратов строят гостиницы, строят магазины, строят объекты. Какие комплексы они строят для приличия туристов. То есть все богатейшие люди вкладывают деньги прежде всего в свою страну. А потом уже с этим, конечно, я очень согласен. В 1993 году мне пришлось быть начальником кредитного дела Туранбанка. И в тот период мы меняли рубли на тенге. И тогда был курс одного доллара 4,7 тенге. Ну сейчас вот в 1993 и 2018 год 25 лет разница. И вот один доллар сейчас стоит сколько там 300 350 или 370 сколько-то тенге за 1 доллар. Кратное число раз за 25 лет стоимость одного доллара изменилась. Как вы считаете, каковы перспективы нашего тенге, нашей валюты ближайшие 10 лет? какого соотношения доллара и тенге может быть? Ну даже не берите дальше дальнюю перспективу в ближайшие 5 лет. Какие у вас могут быть прогнозы? Ну давать прогнозы это неблагодарное дело. Ну вы как доктор экономической наук наверное меня поймете. Я считаю, что тенге будут обесцениваться. Такова реальность нашего экономического положения и оно будет обесцениваться. Но какими темпами я не могу сказать. Потому что это даже лауреаты Нобелевской премии не дают такие прогнозы. Само истина того же мне поэтому обесцениваться будет. Не все от нас зависит. Вот сейчас приняты были санкции против России. Это на нас сказалось. Завтра они с Китаем испортят отношения. Тоже надо сказать. Поэтому это многофакторные но в целом экономический состояние экономического нашей страны таково что тенге вынуждено будет обесцениваться. Это из внутренних наших источников факторов. Амагелин Назбердинович спасибо вам за интересный рассказ ответы на острейшие экономические вопросы и очень здорово что вы нынешнюю гитериальность связывайтесь с историей и находите многие ответы на наши нынешние вопросы у тех экономистов мыслителей которые до нас предшествовали и даже очень приятно что экономика даже учит морали нравственности то есть участвует в воспитательном процессе. Большое вам спасибо за интересный интереснейший рассказ желаю вам успехов удачи в вашей работе уважаемые телезрители на этом мы с вами прощаемся Аман Сау Балансдар удачи 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 удачи